Рад снова приветствовать вас дорогой друг и мы начинаем второй урок первой части под названием создание промо видео создание промо видео можно разбить на несколько ключевых тем это планирование и сценарий, предпроизводство, подбор материалов, производство или съемка и постпроизводство сейчас мы более детально пройдемся по каждому пункту я объясню как действовать и что нужно делать в отдельности с каждым пунктом и так планирование и сценарий здесь у нас есть еще два подпункта первые из них это цели и планы безусловно как и любое другое профессиональное видео или видеофильм начинается все с создания сценария мы также делаем профессиональное видео поэтому сценарий нам необходим и перед тем как мы будем создавать сценарий нам нужно в первую очередь определиться с целями и планами для промо видео для для каких целей или какие цели мы преследуем создавая это видео какая конечная цель на выходе к чему должно призывать видео что должно получаться что должны понимать люди посмотрев это видео что должны сделать люди посмотрев это видео и какие или какие возможно действия должны предпринять просматривая или просмотрев данное промо видео также по поводу планов если у вас промо видео в несколько этапов будет показываться возможно это будут какие-то короткие ролики в рассылке или может быть с периодичностью показов и в итоге на каком-нибудь этапе третьем четвертом пятом ролике вы добьетесь какой-то цели или захотите там реализовать какую-то цель показать что-то людям поэтому вы должны подумать сразу о плане составить этот план и уже определившись целью и целями и планом мы переходим к созданию сценария что необходимо понимать что создание сценария это трудъемкая работа конечно же и но самое главное вы должны понять что сценарий должен вмещать себя ход событий с чего все начинается как все происходит и к чему приходит но самые ключевые моменты это конечно же познакомиться с людьми или познакомить что-либо затем мы переходим второй части создания сценария в которой мы можем рассказать о каких-то событиях связанных с вами если о вас видео или с продуктом если о продукте видео либо с бизнесом если о бизнесе и третье конечно же это кульминация третья заключительная часть сценария должна связано быть с кульминацией и подводить людей к тому что вы хотели сказать с помощью этого промо видео если вы хотели призвать покупать то вы должны будете сказать об этом и лучше сказать об этом прямо чтобы люди поняли да еще лучше рассказать что сделать в конце промо видео чтобы человек посмотрев это видео сразу понимал теперь что нужно делать после того что он получил какую информацию или возможно промо видео будет о том что о том чтобы получить где-то информацию и ему нужно просто нажать на кнопку и чтобы перейти куда-то и где-то ее получить далее мы переходим к пункту предпроизводства и в предпроизводстве промо видео мы будем делать раскадровку этого видео раскадровка это последовательность рисунков служащая вспомогательным средством при создании фильмов чтобы получить представление о том как рисовать раскадровки можно приобрести любую книгу комиксов и не во многом она не будет ничем отличаться от раскадровки в больших студиях не обязательно быть хорошим художником чтобы создать раскадровку достаточно просто зарисовать отдельные сцены или все сцены для того чтобы иметь целостное видение всего промо ролика это необходимо для того чтобы в процессе создания ролика вы не останавливались и не продумывали каждую сцену раскадровка нужно для того чтобы в начале сесть продумать все создать видение всего ролика зарисовать каждую отдельную сцену и заснять ее или создать с помощью вспомогательных дополнительных материалов переходим к подбору материалов для промо видео очень важно подобрать правильное фото или правильные картинки которые будут отображать то что вы говорите или то что вы хотите показать в видео подскажу вам что в гугле можно найти что угодно и даже бесплатно хотя существует также стоковое фото можно найти сайт на которых продают фото в разных ракурсах в разных ситуациях и люди и предметы и пейзажи то что вы хотите можно найти что угодно и за небольшие деньги купить уникальное фото которые будут иллюстрировать то что вы хотите но в принципе если вы не планируете платить за это вы можете по искать немного и найти соответствующее фото не хуже качества и даже такие же в принципе какие платные я вам подскажу как искать такое такие фото такие картинки вы просто вводите в поисковике название фото то что вы хотите чтобы там отображалось к примеру мы ищем бизнесмен или турист или женщина или собака ну любое слово можете написать и после этого напишите слово клипорт и вам поисковая система выдаст сайты на которых бесплатно дают скачивать такие подборки фото но это не просто фото будут это будут очень качественные фото большого разрешения высокого класса фото с помощью таких фото вы можете создавать очень хорошие видеоролики также если вам необходимы движущиеся какие-то видео то вы можете задать в поисковике видео футажи тогда вам система будет выдавать сайты на которых предлагается к скачиванию или к покупке но чаще всего вы найдете бесплатные видеоматериалы таких сайтов очень много и там будут видео нарезки то есть кусочки видео по темам вы можете из кусочка видео склеить уже много интересных промо роликов звуковые эффекты в промо видео также очень важны потому что они создают свою гармонию в промо видео и свою привлекательность создают также они могут акцентировать внимание на чем-либо и с помощью звуковых эффектов можно модернизировать промо видео звуковые эффекты очень просто искать в интернете вы можете в поисковик просто вбить звуковые эффекты и вы найдете очень много сайтов на которых можно скачать как бесплатно так и платно такие эффекты это могут быть звуки каких-нибудь инструментов могут быть какие-то звуки взрывов салютов какие-то голоса какие-то просто разные эффекты звуковые которые помогут вам в создании промо видео как искать музыку качественную сопровождение к промо видео причем это очень важный момент в создании промо видео сопровождение музыкальное ну музыку точно так же как и видео можно вбивать в поисковик как аудио футажи и там вы тоже найдете очень много сборников на разные темы и вы с помощью таких аудио футажей таких подборок вы сможете сделать ваше промо видео очень элитным очень профессиональным оно будет звучать очень привлекательно и качественно производство и съемка в создании промо видео очень важно применять много спецэффектов и создание визуальных эффектов то есть чтобы ваше промо видео постоянно было в движении чтобы оно было ярким чтобы оно приковывало внимание зрителя самая главная подсказка это сделать промо видео так чтобы уже в первые секунды удерживать внимание зрителя чтобы не было долгого раскачивания долгого начала чтобы это было сразу ярко быстро четко что касаемо смены кадров что касаемо тембра речи скорости речи диктора если там промо видео у вас идет с озвучкой и здесь очень важно сразу же к делу то есть чтобы целевой посетитель сайта или целевой зритель этого промо видео или даже случайный зритель промо видео был сразу заинтересован смотреть дальше также очень ключевой момент это промо видео должно длиться не более 2-3 минут чтобы оно было коротким чтобы у человека до конца просмотра видео вдруг никто не отвлек куда-нибудь он не ушел или чтобы чтобы человеку не надоело смотреть чтобы он просмотрел промо видео он захотел еще посмотреть что-то подобное ему было бы интересно узнать больше и чтобы человек досидел до конца чтобы он получил конечную цель то есть чтобы вы добились своей цели чтобы человек услышал вашу конечную цель чтобы он смог сделать то, ради чего вы делаете промо-видео. Вот здесь вот очень хорошо помогают разные спецэффекты, разные мелькания, разные движения. И вот это все очень важно в создании промо-видео. Ну и очень важно еще в производстве промо-видео – это закадровый голос. Я об этом уже сказал ранее. Сейчас более предметно коснусь этой части, потому что закадровый голос, еще раз говорю, он должен быть четким, слова должны быть понятными, громкими, и они должны ложиться в каждый кадр, а еще лучше – они должны ложиться в каждый такт музыки, чтобы все шло гармонично, и это было очень приятно слышать, чтобы, допустим, взрывы или какие-то кульминации музыки, которая будет там у вас в сопровождающей, не перекрывало голос, чтобы в паузах вы создавали кульминации. Это тоже очень интересно выглядит. И чтобы человек, смотря это видео, он был просто зачарован этим всем. Закадровый голос, он не обязательно должен быть сделан каким-то профессиональным диктором. Это можно сделать вашим голосом очень легко, просто на монтаже вы уже сможете собрать все слова, подрезать и собрать их вместе, чтобы они звучали быстро и четко, без пауз практически. И чтобы как можно больше текста вы могли выдать человеку за вот эти короткие минуты промо-видео. Чем больше информации вы сможете дать, чем более четко вы можете объяснить человеку то, что вы хотите сказать в этом промо. Это похоже на рекламный ролик. Еще раз, для создания промо-видео вам необходимо применять как можно больше разных визуальных эффектов. И также у вас должен четко звучать ваш голос. Или голос диктора, который будет идти как закадровый голос. И переходим к завершающей части создания промо-видео, это постпроизводство. Это очень емкая часть, это техническая часть. Я расскажу просто шаги постпроизводства. Начинается все с монтажа видео. И здесь уже, конечно, в специальных программах монтируется видео, кадр за кадром. Вырезаются нужные кусочки, склеиваются, делаются переходы. Все накладывается так красиво. И уже видео у нас выравнивается. Далее делаем монтаж звука. Здесь очень важно, чтобы звук тоже, где нужно, громче звучал, где нужно, тише звучал. Особенно это важно, когда вы делаете кульминацию, чтобы у вас в кульминации звук музыки более громко в конце прозвучал. Чтобы слова заканчивались чуть-чуть раньше, чем заканчивается музыка. Далее накладываются титры. Какие-то у нас идут там слова, да, мы можем что-то говорить. Это будет еще подтверждаться надписями, которые очень важно, чтобы человек увидел, кроме того, что он услышал. То есть с помощью монтажа и с помощью вообще промо-видео мы можем задействовать все органы восприятия человека. То есть это и визуальная часть, то есть человек видит и воспринимает. Если человек визуал, это очень хорошо, большинство людей такие. Аудиалы они воспринимают на слух. Поэтому мы здесь и с помощью музыки добиваемся привлечения внимания, и с помощью закадрового голоса. Также мы применяем еще спецэффекты, которые и визуальные будут, и звуковые эффекты. Они тоже будут приковывать внимание и передавать информацию. Ну и также еще для визуалов. Мы пишем, да, мы подписываем еще видео, мы подписываем какие-то важные темы, подписываем какие-то важные моменты. Именно титрами. А если вы переводите видео, может быть просто текстово, то вы пишете субтитры, вы можете просто перевод писать внизу экрана. Ну и затем мы переходим к конвертированию видео. И очень важно, чтобы вы конвертировали в нужный формат. Видео, если для интернета оно должно весить очень мало, ну здесь очень просто. Вы можете просто писать, создавать промо-видео в очень хорошем качестве, в большом разрешении. Для того, чтобы потом можно было ужать в более маленький размер с минимальными потерями качества. Потому что если вы будете подбирать некачественное фото или видео, или снимать некачественное видео, а потом пытаться ужать, у вас будет очень плохое качество уже сжатого видео, промо-видеоролика. А так как у нас промо-видео должно иметь маленький объем и маленький размер, нам необходимо изначально иметь большой размер. То есть, чтобы было куда зажимать. Чтобы при конвертировании мы не потеряли много качества. Поэтому уже с самого начала я вам говорил, подбирать качественное фото, качественное видео и качественное аудио. Ну, также запись звука закадрового тоже делают на качественном носителе. То есть, качественный микрофон или качественная аппаратура какая-то. Хотя можно записать, конечно, и не очень качественно, звук не так влияет. А вот видео и фото, оно должно быть очень хорошего качества. На этом я заканчиваю этот урок. И мы увидимся с вами в следующем видеоуроке, где расскажу вам о том, какие способы и методы я применяю для привлечения огромного количества клиентов с помощью промо-видео. С вами на связи был Вадим Дедык, ваш видеопромо-инструктор. До встречи в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok